Добре. Вот. Ну, собственно, у меня все, и я готов начать наш сегодняшний вебинар. Сегодня у нас такой вебинар-праздник. Мы с вами вместе попробуем понять, как искусственный интеллект может принести пользу, если его применить на контенте и на другой информации, существующей в электронной библиотечной системе, в электронной библиотеке вообще. Ну, и задумаемся немножко шире в любых информационных системах, которые посвящены, так или иначе, посвящены обучению. Сегодня, видимо, у нас не будет очень длительный вебинар, но, тем не менее, мы будем больше рассуждать, нежели показывать. Презентация моя достаточно короткая, тем не менее, можете ее скачать. Сейчас я хочу убедиться, что я включил... Да, я разрешил скачивание, так что можете ее качать. Но думаю, что сама по себе презентация не столько представляет интереса, сколько рассуждения на основе тех тезисов, которые я попробовал сформулировать. Ну, давайте сначала подумаем... А, да, сначала такая общая красивая картинка. Мы все начинаем привыкать уже к генеративным способностям искусственного интеллекта. Многие из нас уже даже попробовали силы в этом. А вот поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, кто уже в той или иной степени пробовал в какой-то форме принять участие в искусственном интеллекте. Что-то в чат GPT или в гигачате или еще где-то. Что-то нарисовать или что-то. Ну, вот видите, достаточно большое количество. Да, ну, я вот немножко поясню. Эти картинки я нагенерировал при помощи гигачата. А слева у нас картинка Тотара в стиле смешариков. Отлично, отлично, молодцы. Да, кстати, если есть какой-то опыт, можете его прямо излагать в чате, это будет интересно. Справа у нас картинка Незнайка в стиле Миядзаки. Ну, а в центре у нас картинка. Я попросил чат GPT проиллюстрировать турецкий марш. Ну, пока более смешно, чем полезно. Хотя получать некие полезности от искусственного интеллекта многие уже научились и делают это. Но это в основном касается неких достаточно частных вопросов. А, это вопрос с предыдущим товарищем. Да, пожалуйста, переговаривайте в чате. Не страшно, мне это не будет мешать. Ну, и также можете писать друг другу, если найдете друг друга напрямую. Вот, а давайте все-таки подумаем, как можно, как разработчики ЭБС и других информационных систем могут попробовать использовать, может быть, уже кто-то использует и могут использовать искусственный интеллект. Ну, вот, если крупным планом, можно сначала описать это так крупными мазками. Прежде всего, в электронной библиотеке, АЭБС это, в общем, тип электронных библиотек, существует контент. И на основе этого контента можно кого-то обучить, как-то его использовать и так далее. Пока не ясно, что делать с правами, особенно если это, ну, то есть, если это какая-то правная литература, что с ней делать. Но, с другой стороны, это не ясно никому сейчас пока, потому что то, что нагенерировано на основе чужого контента, является, ну, по идее, творческой переработкой. Вот, и в мире это вообще пока нерешенная проблема, вот, поэтому отставим ее пока в сторонку. Эти тезисы я на следующих слайдах постараюсь более подробно расшифровать. Вот, а пока пойдемте, да, ну, во-первых, контент, да, контент это то, что главное мясо, которое содержится в электронной библиотеке. Вот, и есть подозрение, что в электронной библиотеке содержится гораздо больше, чем в ней содержится. То есть, условно говоря, ощущая контент электронной библиотеки, как некие пятна, да, связанные с публикациями. Вот, у нас есть в настоящий момент электронные книги, и именно вот такими пятнами мы этот контент и располагаем в библиотеке. Но, похоже, если посмотреть вглубь, то совсем не обязательно этот контент должен так располагаться. И, более того, те связи, которые можно организовать между частями контента в разных изданиях, они, может быть, гораздо важнее, чем сами эти куски контента, огромными, иногда неперевариваемыми кусками, да, лежащие в библиотеке. Иной раз может оказаться, что одна страница стостраничной книги гораздо важнее для понимания чего-то, чем вся остальная книга или какие-то другие книги, да. И если взять страницу из одной книги, страницу из другой, можно на этой основе соорудить какой-то смысл, которого до этого не существовало. О, Дмитрий здесь. Дмитрий, я приветствую, хорошо помню ваше выступление на нашей конференции. Спасибо, это было чрезвычайно интересно. Если хотите, кстати, выступить у нас спикером, мы всегда, всегда вас ждем. Вот, рекомендую то, что делает Дмитрий. И, кстати, можете посмотреть на канале Директ Академии. Есть его выступление на летней конференции, посвященной искусственному интеллекту, которое мы делали совместно с компанией Гиперметод. Это было очень хорошее и интересное выступление. Далее. История аккаунтов. То, что происходит, не будем забывать, что ЭБС – это электронная система, информационная система, в которой не только лежит контент, но и что-то происходит. Ну, то есть, если бы там ничего не происходило, то и зачем этот контент? Контент читают, читают с какой-то периодичностью, читают разные люди, люди с разными ролями в этой информационной системе, читают более активно или менее активно. Какие-то части контента читают чаще, какие-то менее часто, какие-то издания читают хорошо, какие-то вообще не читают. Ну и так далее. История вот всего этого лежит в этой информационной системе. И если она массовая, а в большинстве ЭБС она, конечно, массовая, то из этого можно много чего почерпнуть. Сейчас мы задумаемся над тем, а что, собственно, оттуда можно почерпнуть. Дальше. Ну, если мы говорим об истории аккаунтов, то давайте подумаем о том, что, по крайней мере, на уровне ВУЗа наши студенты, наши преподаватели, сотрудники участвуют в большом количестве информационных систем, используют большое количество информационных систем. и такая история аккаунтов, история использования чего-либо, да, она есть в каждой из этих систем. И очень симпатично было бы посмотреть, что это за перекрестные паттерны, то есть существуют ли какие-то корреляции между разными информационными системами в разрезах отдельного человека, отдельного пользователя, отдельного подразделения, да, может быть, отдельной кафедры, людей, которые преподают отдельную дисциплину, ну и так далее. Таких паттернов может быть много. И, собственно, выдумать эти паттерны, это и есть самое творческое. Не выдумать эти паттерны, а посмотреть на каких, по каким правилам эти паттерны искать, это и есть одна из самых творческих вещей, которые можно, которые требуются от создателей таких систем, которые будут эти паттерны проверять. Далее. Ну вот, кроме того, что в электронной библиотеке лежит контент некий, я бы хотел выделить отдельный иллюстративный ряд из этих изданий как совершенно отдельную сущность. Ну, то есть понятно, что внутри каждого издания, а также между ними могут существовать, ну, то есть не между ними, а на основе совмещения их друг с другом могут существовать какие-то смыслы. Ну вот, иллюстративный ряд – это тот смысл, который просто лежит на поверхности, и он уже чисто версткой и своим внешним видом выделен в отдельное, в нечто отдельное, отдельный какой-то, отдельный смысл какой-то, да. И понятно, что вот на основе этого можно много чего понять и много чего сделать, в том числе и на основе генеративных алгоритмов. Ну, дело в том, что, вообще говоря, я думаю, что последовательно никто еще не проводил такую работу по выделению и описанию всех иллюстраций как отдельных сущностей. То есть, конечно, наиболее важные иллюстрации, они давно все оцифрованы, отдельно описаны как-то, и их можно найти поиском в Google иллюстрации, например, и так далее, да. Но все же мне видится, что корпус иллюстративного ряда иллюстраций во всех книгах, которые существуют в мире, он гораздо больше корпуса тех иллюстраций, которые оцифрованы и описаны отдельно. Поэтому это особый разговор еще, как нам с этим иллюстративным рядом из изданий быть и что нового он может нам предоставить. Ну, а мы пойдем дальше, и давайте эти тезисы рассмотрим по отдельности более подробно. Контент EBS, да. Ну, прежде всего, конечно, текстовый контент, и первое, что приходит в голову, это некий аналог чат GPT, обученный на ограниченном материале EBS. Ну, я тут немножко лукавлю, конечно. Речь идет не столько об ограниченном материале EBS, сколько о том, чтобы обучить некоторый, видимо, предобученный чат, то есть предобученный в том смысле, что он знает, в принципе, знает языки, знает, как складывать предложения и так далее. То есть некоторые такие особенности, чтобы его не надо было хотя бы этому обучать. вот, но если его обучать на каком-то ограниченном материале, он будет, может быть, не настолько, ну, то есть, короче говоря, он будет меньше галлюцинировать, да, то есть он, скорее всего, будет гораздо более связанно пояснять какие-то области, он будет более научным, нежели обученный на всем контенте, который существует вообще, и с ним гораздо удобнее будет лежать, решать какие-то частные задачи. Особенно, если это, например, некий отраслевой чат GPT, который специально обучен на на всех знаниях, которые существуют в этой области, вот, и ни на чем больше, не отвлекаясь в сторону. Ну, мне уже рассказывали о удачных попытках применения даже чата GPT для использования в очень частных областях, в частности, в нахождении нужных алгоритмов для решения достаточно сложных математических задач. В общем, за этим большое будущее, на мой взгляд, и вот эти вот частные чаты GPT, не общие, которые вообще могут все, а частные, обученные на строго отобранном материале, сулят нам достаточно много интересного. Далее. Очень интересно дополнять тот контент, который существует в электронной библиотеке, аналогичным открытым, аналогичным контентом в других библиотеках или аналогичным открытым контентом. Ну, самое простое, что видится, это нахождение... нахождение каких-то сопутствующих географических карт, учебных роликов, иллюстраций и так далее. Я хотел отметить, что, разумеется, все эти идеи, они приходили в голову уже достаточно давно. Но, возможно, еще со времен идеи семантического веба, да, но так как идеи семантического веба не были воплощены в жизнь, то, соответственно, и все они остались такими частностями. Хотел бы отметить, что вот я с группой разработчиков еще вот лет 15 назад мы реализовали такие учебные курсы, в которых существенную роль играли специальные... специальные списки. Некоторые списки... списки... важных слов ключевых из изучаемой темы списки имен, списки иллюстративного материала, списки географических названий, списки юридических терминов. А потом эти списки мы перенаправляли на поиск по географическим названиям, поиск по юридическим документам, поиск учебных роликов, поиск в Википедии и так далее. И надо отметить, это был достаточно успешный опыт, но с точки зрения современного искусственного интеллекта это, конечно, было решение в лоб, требующее достаточно больших вложений редакторского труда, достаточно дорогостоящего, ну, относительно дорогостоящего, да. И, по сути дела, мы руками делали то, что могло бы быть сделано при помощи анализа искусственного интеллекта, и мы сами выделяли нужные сущности, и уже к ним приделывали алгоритмы поиска. Ну, и потом алгоритмы поиска, собственно, мы могли использовать только стандартные, то есть Google, Яндекс, поиск по Википедии и так далее. Там волей-неволей, конечно, было достаточно большое количество, ну, если не прямого мусора, то нерелевантной информации. А вот здесь можно уже к этому подойти, к этому вопросу подойти гораздо интереснее, и решать эту задачу гораздо, гораздо лучше. А я хотел бы отметить сразу, что тут мы открываем огромную поляну действий, да, когда наш учебный материал сразу превращается в в междисциплинарный. Это то, что так то, что обычно считается очень интересным, но поляна, на которую мало кто заходит. Вот, потому что когда мы находим некие аналогичные вещи в других в других науках, например, да, то поставить сделать корреляции между этими это очень-очень-очень полезно. Ну, вот, например, посмотреть там у меня был пример вот еще из той древней истории, да, когда мы делали эти курсы про Наполеона, да, например, посмотреть Наполеона в смысле истории это одно дело, посмотреть Наполеона в смысле военного искусства это другое дело, посмотреть его как политика, как государственного деятеля и как экономиста это третье дело и совместить все это вместе это очень полезно, потому что знание получается комплексным, вот, и ни к одному предмету напрямую это не принадлежит знание комплексное, да, но оно достаточно ценно, и вот такие достаточно ценные вещи, они всплывают автоматически, когда мы начинаем искать аналогичный и дополняющий контент. Вот, вот такой вот долгий получился пункт у нас. Дальше, переход от единиц контента изданий к единицам смысла, да, ну, то есть, понятно, что издание это вообще техническая вещь, да, то есть, формирование издания в виде книги, в виде кодекса, как говорят печатники, да, это, это ведь по сути дела не требование логики мышления, это требование логики производства, так удобно издавать. Издавать книжку на двух листочках никто не может, никто не будет, хотя, может быть, в двух листочках у некоторого мыслителя больше мысли, чем у другого на тысячи листах, да, вот, с другой стороны, и делать книгу из десяти тысяч листов тоже никто не будет, ее надо разбивать по томам, есть какие-то естественные ограничения для размера издания. Так вот, издание, если мы его осознаем как чисто техническое ограничение, оно не должно являться основным с точки зрения электронных библиотек будущего. Почему, собственно, мы должны хранить в памяти единицы издания, а не единицы смыслов? Да, в каждом издании есть набор, некий набор смыслов, они находятся в хорошей корреляции друг с другом, зависят как-то друг от друга, но они зависят не только друг от друга, они зависят от смыслов, которые хранятся в других изданиях, где-то, может быть, вообще далеко за пределами этой библиотеки, являются вообще общепризнанными, поэтому их не требующими упоминания и так далее. И, по сути дела, библиотека будущего это библиотека смыслов, а не библиотека библиотека изданий. И у каждого из этих смыслов будет один или несколько авторов, в зависимости от того, насколько часто эта мысль высказывалась и в каких контекстах. Вот, и понятно, что на основе этих смыслов можно генерировать какие-то новые текстовые материалы. Вот, появятся ли в результате этой генерации какие-то новые смыслы пока непонятно, но уж по крайней мере новые тексты вполне могут появиться, эти тексты могут быть очень даже востребованными. Вот, таким образом, вот переход от изданий к смыслам в электронных библиотеках, на мой взгляд, это одно из ключевых направлений преобразования цифровой трансформации библиотеки библиотек в будущем. Поговорим о следующем нашем тезисе, об истории аккаунтов. Ну, тут напрашиваются вещи, о которых мы давно, в общем, знали. Да, это, во-первых, рекомендательные сервисы на основе поведения пользователя. Я хотел бы отметить, что многие из идей, которые сейчас мы приписываем искусственному интеллекту и мечтаем о том, чтобы они были решены на основе искусственного интеллекта, мы их уже проговаривали на предыдущем этапе, когда говорили о больших данных, о каких-то других идеях, которые вот появлялись и были модными на протяжении нескольких лет. Вот, тем более, что многие, многое из этого уже работает и работает давно и хорошо. Да, оно может работать еще лучше на самом деле. Так вот, первое, это, конечно, рекомендательные сервисы на основе поведения пользователя. Тут я хотел бы отметить, что, конечно, рекомендации, они могут решать разные задачи. Ну, вот, например, рекомендации в книжных магазинах, они решают задачу повышения прибыли этого магазина. И, соответственно, вам вместе с учебником математики могут порекомендовать какой-нибудь бестселлер, просто потому, что, ну, оказывается, что математики именно этот бестселлер чаще покупают. Решает ли эта задача задача обучения или там какие-то задачи электронных библиотек, скорее всего, нет. Вот, там могут быть другие рекомендации, связанные с тем, что вот ты почитал это, а тебе для развития это лучше почитать еще вот это, может быть, то, о чем ты еще и не предполагал. Или наоборот, ты взялся за слишком сложную книжку, она тебе показалась сложной, но это хорошая книжка, просто тебе надо сначала почитать вот это вот, и после этого тебе эта книжка уже показывается достаточно легкой, и ты сможешь ее, наконец, прочесть в полном объеме, нормально. Вот о каких рекомендациях идет речь, да. Вот, есть ли эти рекомендации в истории аккаунтов? Ну, и да, и нет. Конечно, иногда при достаточно скудной истории для каждого человека не так-то много шансов выловить там что-то существенное. С другой стороны, если даже при скудности неких движений истории аккаунтов для одного человека мы имеем огромную историю аккаунтов вообще, то чем больше мы такой истории имеем, тем быстрее мы можем сделать предсказания для человека буквально по первым двум-трем шагам, которые он делает в электронной библиотеке. Вот это мы примерно ждем от рекомендательных сервисов, которые будут нас сопровождать в электронных библиотеках будущего. Далее рекомендации поведения, подсказки, семафоры. Ну, насчет семафора я уже немножко сказал. Под семафорами я подразумеваю некие развилки в в обучение человека. Ну, и если не в обучении, то в его самообучение, в его просвещение, да, когда мы по его поведенческим реакциям понимаем, что ему сейчас более полезно. Вот, может быть, исходя, не имея этой информации, мы, скажем, показали бы сейчас ему такой обучающий ролик, а имея эту информацию, мы покажем совсем другой обучающий ролик, вот, и он его, ну, скажем так, сдвинет с места гораздо в лучшей степени. Под рекомендациями поведения можно подразумевать рекомендации не только контекстные, да, но и рекомендации, скажем, более глубоко учебные рекомендации, скажем так, вы сейчас изучаете вот такую вот дисциплину или находитесь на таком-то, на такой-то учебной программе, исходя из ваших интересов в электронной библиотеке, мы бы вам советовали обратить внимание еще вот на это, на этот вид деятельности, возможно, он вам тоже покажется интересным в каком-то смысле, а может быть, вы даже и захотите получить второе образование. Скажем так. Дальше. Понятно, что вся эта информация, она интересна не только конкретным людям, но и, например, вузам. И вузы, имея при себе вот эти вот информации о предпочтениях своих студентов, они могли бы из них извлекать какие-то не личные, а обобщенные паттерны, связанные с тем, что быть может, они выделили какую-то полезную информацию, которая полезна всем. я не могу сейчас сказать, как может это выглядеть, обобщенная информация, но смысл в том, что это могут быть какие-то обобщенные рекомендации, что рекомендовать такой-то категории студентов, когда с ними происходит то-то и то-то в электронной библиотеке, когда они заказывают то-то и то-то, например. И если вузы со временем этой информацией обменяются, то это будет еще больше объем рекомендаций, которые можно будет обобщить уже на основе более широких сведений о предпочтениях. Ну и хотел бы также отметить, что на основе этих предпочтений можно было бы делать разные умные предустановки для других информационных систем и сервисов, которые бы использовали ну, например, студенты тех же вузов. Как-то преднастроить информационные системы, в которые люди попадают уже, ну, например, на старших курсах. Вот. Таким образом, чтобы им это было наиболее соответствовало их их чаянием, скажем так, да, их тому, что им реально интересно в жизни. Вот. Их специализации внутри, их специальности и так далее, и так далее. Давайте теперь подумаем над третьим тезисом, который был использован. Это на первом слайде нашем. Это перекрестные паттерны. то есть паттерны на основе рекомендаций из разных информационных систем, не только из электронной библиотеки. Ну, я рискнул бы предположить, что если у нас есть несколько информационных систем, то и рекомендации в каждой из этих систем могут быть гораздо глубже, чем те рекомендации, которые построены на основе данных только из этой системы. я пока не понимаю, как это сделать, но ясно, что какие-то корреляции есть, их надо изучать, и они наверняка будут полезными. В частности, я вижу здесь интерес в том, чтобы тонким образом подгонять под слушателя контент и измерительные материалы какие-то, чтобы скажем, уже при создании тестовых материалов мы исходили бы из неких обобщенных паттернов, которые нам известны из разных информационных систем, включая, конечно, и электронные библиотечные системы. что я мог бы тут предположить? Одним из самых трудоемких ресурсов при создании теста является создание методистом и автором теста так называемых дистракторов. Дистракторы это, напомню вам, это неправильные, но правдоподобные ответы. Так как правдоподобные ответы, они всегда содержатся в учебнике, их легко придумать, а неправдоподобные они должны с одной стороны быть очень похожими на правду, а с другой стороны они должны отвечать скорее типичным ошибкам студентов, нежели быть правдой. И ну вот я в свое время немножко изучал тестологию и вот такой парадокс, что собственно создание дистракторов это и есть самая творческая часть в создании тестов. Именно потому, что она требует некого предсказания, неких уловок, которые типичны для студентов, чтобы поймать их на крючок как-то. Так вот, здесь собственно искусственный интеллект уже может претендовать на то, чтобы делать качественные тесты. Как я уже говорил, сделать правильный ответ это всего лишь чуть-чуть перефразировать учебник, а вот сделать дистрактор теперь наверное тоже возможно на основе вот этих перекрестных паттернов. Ну и последнее немаловажное это организация связи между студентами и будущими работодателями. Если с одной стороны мы будем знать больше о отчаяниях студентов, с другой стороны будем знать больше о работодателях, а ведь у работодателей будут тоже собственные паттерны, даже если исходить из скажем так из открытых материалов о компании, о ней можно много узнать между строк, чего на самом деле там прямым текстом не пишется. Так вот было бы очень неплохо устраивать встречи тех ребят и тех будущих работодателей, которые подходят друг другу как бы по неким внутренним вот не хочу снова использовать слово паттерн, да, ну то есть как бы по тому, что они считают правильным и интересным внутри себя. Вот. Ну и давайте еще несколько идей россыпью, которые можно предложить, да. я предполагаю, что искусственный интеллект будет способен делать рекомендации по формированию учебных программ. Между прочим, это одна из самых творческих областей, какую учебную программу предложить, чтобы через пять лет она была интересна на рынке, чтобы люди, которые освоили эту программу не были безработными, наоборот, получали бы хорошие зарплаты. Труднее это сделать для высшего образования, проще, но и более креативно это надо делать для дополнительного системы дополнительного образования. Более того, вот как человек, который возглавляет онлайн-школу, я считаю, что формирование учебных программ, таких, которые продадутся и таких, которые действительно нужны людям, это самая креативная, самая творческая часть моей деятельности. Вот. Я вижу здесь, что сведения из свеже напечатанных трудов могут естественным образом содержать себе некоторые смыслы, из которых следуют вот непосредственно даже драфты программ, которые можно людям преподавать. Просто мы еще этого не видим. И возможно это содержится не в одном издании, а возможно как раз на основе анализа там 3, 4, 5, 10, 15, 50 изданий высвечивается область, которая вот сейчас вот просто будет отлетать как разлетаться как горячие пирожки. А мы этого пока не знаем. Что еще? Ну, на этой же основе наверное вполне себе можно нагенерировать темы выпускных квалификационных работ, причем сразу с контентным покрытием, с обеспечением. то есть понятно, что удобнее всего из года в год тянуть одну и ту же вереницу тем, но для студентов более релевантным будет, если они могут в этом году взяться за тему, которая в этом году и является интересной. Вот обычно проблема в том, что на основе каких то есть что возьмет этот студент для какой у него будет сопутствующий материал, как он может выполнить работу, если этого еще нигде нет. А вот если это уже везде есть и искусственный интеллект выделил этот контент из груда материалов, то это будет уже достаточным подспорьем для того, чтобы помочь и руководителю возглавить эту работу, и студенту, чтобы ее сделать. Ну и последнее мое предположение это тоже идея достаточно старая, но в свете искусственного интеллекта приобретающий некий новый смысл. Это корректировка траектории обучения на основе неких сведений о том, как этот человек, что этот человек делает. Это опять же история про паттерны, про паттерны поведения этого человека, и если мы знаем не только историю его поведения в этом предмете, но и историю его чтения литературы, и историю его прохождения других предметов, то мы можем достаточно эффективно предсказать его результат и откорректировать, если этот результат недостаточно хорош. И тут есть вот такой промежуточный момент, который в общем-то и обуславливает использование именно искусственного интеллекта в этом адаптивном обучении. Это улавливание сотен мелких факторов, влияющих на успеваемость. Мы, люди, скажем так, с неким ограниченным, не хотелось бы говорить ограниченным мышлением, а скажем так, люди, не способные охватить сразу многое количество факторов и пытающиеся применить факторный анализ вот прямо вот здесь и сейчас, свести все к единой причине или в крайнем случае к двум-трем причинам. Это нам свойственно, людям свойственно просто вот по нашей сущности. Мы так ведем себя и в политике, и в любых других областях. Вот укажи нам обязательно одного единственного человека, который виноват, и укажи нам одну единственную причину, почему это случилось. Почему у нас такое недовольство было, например, по поводу выводов комиссии, например, об происшествии на катастрофе на Чернобыльской АЭС. Ну, потому что там прямо показано, что сошлись очень много разных мелких причин, в одной единственной целой, и поэтому все это произошло. начиная от коренных причин, связанных с передачей атомных электростанций из-под эгиды Средмаша в эгиду Министерства энергетики, кончая такими мелочами, как личные качества членов смены, которые принимали участие в этом эксперименте дурацком, который проводился. Людям это непонятно, то есть люди хотят получить одну единственную причину, и в этом их ограниченность их мышления. На самом деле все серьезные процессы, которые происходят в обществе, в серьезных сложных физических системах, а обучение это столь же сложная система, они состоят из сотен мелких факторов, которые вот так друг с другом как-то коррелируют и вызывают совершенно неожиданные вещи. Вот нахождение этих факторов, учет их и подстройка под них, на мой взгляд, это и есть тот вклад, который искусственный интеллект мог бы внести в давно развивающуюся область адаптивного обучения. И именно тогда это адаптивное обучение станет действительно адаптивным, а не разговорами об адаптивном обучении, как это происходило последние вот на моей памяти уже 20 или 30 лет. Вот, это, наверное, последняя идея, которую я хотел бы, с которой, а, нет, вот, еще одна идея интересная, да, последняя, прошу прощения, я вот этот слайд добавил уже накануне, и поэтому о нем забыл. Это очень хотелось бы, чтобы чат GPT для обучения превратился бы в чат GPT наоборот. То есть, не когда человек задает условному, искусственному своему компоненту какие-то вопросы и пытается из него чего-то извлечь, а наоборот, когда с тобой говорит как бы некий генеративный наставник и пытается тебе задавать вопросы и вылавливать из твоих ответов некоторые несоответствия и логические противоречия и предъявлять их потом тебе, да, то есть, некий сократовский диалог наоборот, когда, точнее, не наоборот, а новый, да, когда у нас таким вот предъявителем вопросов становится искусственный интеллект на основе того, что он знает и умеет. Вот, я думаю, что до этого как раз дойдет не очень скоро, но это то, к чему хотелось бы стремиться, потому что это даст нам замечательные возможности по как это сказать, по приятному для нас и естественному способу способу изучения чего-либо. Вот, потому что, ну, пытливые люди и сейчас могут просто там часами ходить по ссылкам в Википедии и распознавать для себя что-то новое, изучать, и это становится для них иногда лучшим учебником, чем учебники, которые они могли бы получить где-то, несмотря на все нюансы с Википедией связанные, да. А представляете, как вот здесь, когда терпеливый, никуда не торопящийся собеседник один за одним задает тебе вопросы, получает на них ответы, говорит, что вот здесь вот ты не прав, потому что, посмотри, здесь противоречие содержится с тем, что ты только что сказал, а как как бы было правильно, добавляет, по крупицам добавляет новое знание. Мне кажется, что мы к этому обязательно придем, и мы ждем, мы, я имею в виду люди, для которых образование является естественным образом жизни, в конце концов, ждем от искусственного интеллекта примерно этого. А теперь я с удовольствием выслушал бы ваши вопросы, а также реплики, которые вы могли бы здесь мне высказать. Как я обещал, сегодня не занял много времени вашего. Я надеюсь, что эти идеи, они, возможно, породят у вас какие-то аналогии с чем-то, и, может быть, не думаю, что они напрямую приведут к появлению каких-то продуктов, но мы сейчас находимся на таком уровне, когда мы сами должны осознать, что нас ждет впереди, и попытаться хотя бы представить, что мы хотим получить. И именно для этой цели мой сегодняшний вебинар и был собственно представлен. ну что ж, коллеги, и вам спасибо. Я смотрю, диалог внутри у нас состоялся. Спасибо тем, кто свои ссылки поместил. Я обязательно по ним схожу и посмотрю. вот прямо сейчас щелкаю с тем, чтобы не пропустить New Librarians. Отлично. Буду смотреть, что у вас происходит в вашем канале. так, сейчас мне надо вернуться в вебинар. Так, и вот еще ссылки здесь, да? Давайте я по ним тоже перейду, чтобы у меня осталось... О, даже вижу свои эти самые... свой вебинар. в этом телеграм-канале. Очень приятно. Ну что ж, друзья, всем спасибо. Надеюсь, мы с вами сегодня что-то такое новое поняли для себя. По крайней мере, я пока создавал этот вебинар, для себя много чего передумал. Вот. Встретимся. Жду вас на своем вебинаре 19-го числа. Если кто-то занимается учебным видео, я надеюсь, смогу вам тоже что-то полезное сказать. Ну, а на сегодня всего доброго. Я хочу только напомнить, что у нас с вами те, кто хотят получить сертификаты, смогут это сделать через несколько минут вот здесь. Сейчас я привычную ссылку размещу здесь. сертификаты, а также вам на почту придут уведомления о том, что вы сможете получить сертификаты. Спасибо всем, кто сегодня со мной был. Отлично, сегодня были более 60 человек. Тема искусственного интеллекта нас не отпускает. Я смотрю практически в каждой онлайн-школе она в том или ином смысле возникает и у нас уже зреет план сделать курс на эту тему. Собственно, план давно созрел, надо его наполнять, остались некоторые технические сложности, которые нам мешают, а мы уже давно созрели для того, чтобы этот курс для преподавателей сделать. И даже предложение от нескольких авторов поступает. Так что ждите, смотрите, у нас обязательно это в ближайшее время появится. Ну, если не в ближайшее время, то в перспективе нескольких месяцев, я думаю. Да. Дмитрий, заметано, да, обращусь в ближайшее время. Ну, что ж, всего вам доброго тогда, до новых встреч в Директ-Академии. Спасибо.